Новые аудиокниги на нашем канале бесплатно каждую неделю. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. Вступление. Про кубинского лидера Фиделя Кастро на территории постсоветского пространства ходит бородатый анекдот. Дескать, ему однажды подарили кокоду, который живет до ста лет. На это бессменный лидер Острова Свободы только вздохнул. Стоит только привыкнуть к питомцу, как он уже умирает. Этот пример как нельзя ярко иллюстрирует одну из мощнейших сил, которые движут человеком – силу привычки. На ее преодоление могут уйти долгие годы. Однако бывают и такие привычки, которые ломать в себе не стоит вовсе. Однако пойдем по порядку. Каждый день мы просыпаемся примерно в одно и то же время. Спешим на работу, спорим с начальством, встречаемся с друзьями, засыпаем. То есть живем по намеченному однажды алгоритму. Поразительно, но все это – человеческие привычки. Порядка половины всех действий, которые мы с вами совершаем ежедневно, выполняется по инерции. Сюда относятся и утренний кофе с сигаретой, и приготовление завтрака, и ход рабочего процесса, и даже зарабатывание денег. Исследования многих психологов показали, что человек сам становится на ту или иную стезю вне зависимости от того, начал он бегать по утрам или привык есть на ночь, выкурил первую сигарету или зарегистрировался в социальной сети, спустил первую сотню в казино или записался на йогу. В итоге все это становится привычкой и формирует человека как личность, которую каждый день видят родные и друзья, с которой общается начальство и дорожная полиция. Личность, которая живет наравне с такими же людьми, слепленными из собственных привычек. Безусловно, все привычки можно условно разделить на хорошие и дурные. Человеческая психология очень легко разграничивает эти понятия, и теоретически каждый из нас может отличить добро от зла. Но многочисленные исследования показали, что не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Так привычки, кажущиеся вредными, могут приносить пользу. Никто не станет спорить с теорией о вреде алкоголя. Зато всем известен хрестоматийный пример с бокалом красного вина, который организму совершенно не повредит. С тем же успехом и хорошая привычка может нанести ущерб. Относительность вредных и полезных привычек заключается в том, что любую из них можно переформатировать в противоположную. Представьте, например, что ваш избранник засовывает носки под кресло. Попробуйте не ругаться со своей половинкой, а лучше подумайте, что эта привычка в некоторой степени говорит о бережливости. Основываясь на этом, можно вместе откладывать по чуть-чуть с каждой зарплаты и в конце года отправиться отдыхать на курорт. Если вспомнить, потягивая коктейль где-нибудь на Карибах, что все началось с банальных носков, становится даже смешно. Но тем не менее, это человеческая привычка, которую удалось воспитать. Как раз это и станет темой для нашего с вами разговора. Многие люди замечают сами по себе исключительно плохие качества. Кто-то ковыряется в носу, кто-то грызет ногти, кто-то курит. Но попробуйте перенаправить мышление в другое русло. Ровно с тем же успехом, как вы взрастили в себе негативные плоды, вы вполне легко сможете вырастить в себе человека успешного и самодостаточного. В конце концов, каждый из нас выбирает для себя дорогу. О том, как сделать эту дорогу безопасной, наша книга. Глава первая. Рождение привычки. В одном городке на западе Ирака изо дня в день можно было наблюдать одну и ту же историю. Около полудня местное население почти в полном составе приходило в центр и становилось на площади неподалеку от рынка, где через небольшой промежуток времени начиналось нечто похожее на гражданскую войну. Такие восстания, впрочем, быстро усмиряли американцы, под чьим контролем находился в то время этот городишко. Так продолжалось несколько недель, пока одному из американских военачальников не пришла в голову идея убрать с площади торговлю теми продуктами, которым повстанцы привыкли больше всего. Речь идет о еде и напитках. В день, когда был отдан этот приказ, манифестанты разошлись сами собой. Не дошло ни до битой посуды, ни до кровопролитий. Это история о том, как привычка может двигать не единственным человеком, а целой толпой, огромной массой, которая при желании запросто устроит военный переворот в любой, пусть даже самой цивилизованной стране. Однако, что же стоит понимать под незамысловатым словом «привычка»? Представим, что девочка Аня десяти лет от роду повадила съесть варенье из банки, которую бабушка по неосмотрительности поставила в буфет, не запертый на ключ. Аня ест варенье день, другой, третий. Потом, возможно, появляется новая банка. За ней еще и еще. Причем ежедневное поедание консервированной малины становится для нее своеобразным экшеном, дающимся без особых усилий. Через некоторое время девочка привыкает ко вседозволенности. Да так привыкает, что за обычным вареньем могут последовать гораздо более серьезные вещи. Ключевое слово в этом повествовании – привыкает. Психологи определяют привычку как цепочку, протянутую от потребностей человека в чем-либо к конкретному действию. При этом особенно важно, что человек, привыкнув к чему угодно, считает главным именно выполнение действия. Тем более, что никакого напряжения оно не приносит, и выполняется в большинстве случаев на автомате. Под этим большинством ученые понимают примерно 40% от всего количества действий, которые на протяжении суток выполняет человек. 40%! Это ведь даже не больше половины, удивитесь вы. Безусловно, это так. Но даже этого количества достаточно, чтобы сформировать вашу жизнь. Множество людей, среди которых есть, возможно, и ваши родственники или друзья, а может и вы сами, начинают день с контрольной чашки кофе и сигареты. Для многих это стало целым ритуалом, без которого день считается потерянным. Далее прием пищи, например, ланч на работе или в институте, трата денег, распределение нагрузок и физических, и умственных. Все это привычки, которые создают нас. Многие из нас, если немного напрягут память, быстро поймают себя на мысли, что около 9 часов утра обязательно проверяют почту, а перед уходом с работы изучают социальные сети. Впрочем, привычки бывают и не самыми безобидными. Многие на протяжении месяцев или даже лет пытаются отучить себя грызть ногти, курить или хрустеть пальцами на руках. Однако в конечном счете здравомыслящая часть общества отдает себе отчет в своих действиях, так что бороться с привычками или воспитывать в себе новые механизмы каждый решает за себя. Вернемся к психологии. Мы уже говорили о том, что для формирования привычки достаточно постоянного выполнения одних и тех же действий. Иными словами, для того, чтобы привыкнуть к чему-то, нужно довести себя до состояния, когда действие начнет восприниматься как должное. В этом случае, как говорят специалисты, реакция на раздражитель или существенно понизится, или вообще упадет до нуля. А само действие будет вызывать положительные эмоции. Наоборот, отсутствие действия может доводить человека до состояния досады или даже иступления. Отсюда, как обратный процесс, вытекает формирование плохих привычек. Они зачастую рождаются, когда результат приходит после раздражения. Хрестоматийный пример. Мать покупает малышу сладкое или игрушки, чтобы он только не плакал. Со временем дитя понимает, что стоит ему заплакать, мама исполнит его каприз. Со стороны родителей здесь, конечно, есть свой мотив. Зато у детей так развивается привычка достигать результата при помощи закатывания сцен. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки. Но это вершина айсберга. На самом деле проблема куда серьезнее, чем просто, скажем, отказ от курения или изучение холодильника на ночь глядя. Однажды появившись, привычка может остаться с вами даже после того, как вы изрядно постаравшись убрали из жизни то, из-за чего она появилась. Эксперты утверждают, впрочем, что одну привычку можно заменить на другую. Например, в 6 лет Игоря отдали в школу. Мальчика воспитывала бабушка, которая, очевидно, очень переживала за его здоровье. Каждый день, когда ребенок возвращался после уроков, его ждал сытный обед, суп и пирожки. А потом еще и мороженое или конфеты, в зависимости от времени года. После обеда Игоря укладывали спать, дескать, малыш перетрудился в школе. И так ежедневно. Школа, обед, спать. Институт, обед, спать. Не мудрено, что к 20 годам Игорь весил чуть больше центнера. Из-за этого у него начались проблемы сначала со здоровьем, а потом с противоположным полом. С этим нужно было что-то делать, и молодой человек купил, наконец, абонемент в спортзал. Искушение поспать после приема пищи было колоссальным, и Игорю приходилось буквально ломать себя, чтобы не откусить лишний, ломать колбасы или краюху хлеба. Однако привычка есть все подряд, с последующим состоянием покоя и отложением жира, сменилась привычкой заниматься спортом несколько раз в неделю. Само собой, дело пошло на лад. Совершенно очевидно, что человек сам формирует свои привычки. Любое, пусть даже негативное действие, которое вы делаете постоянно, это то, что вы делаете для того, чтобы не испытывать дискомфорта. Вы так или иначе делаете это для удовольствия. Удовольствие. Я пью, чтобы расслабиться, говорит Олег, менеджер и отец троих детей. И он прав. Конечно, прав не в том, что пьет каждый вечер, а в том, что получает удовольствие от каждого пропущенного бокала. Олег выработал в себе привычку каждый вечер отправляться в кафе и заказывать бокал пенного напитка. Он мыслит ассоциативно, так что в голове он выстроил цепочку, двигаясь по которой он может некоторое время не думать о работе и домашних проблемах. Подведем итоги сказанного. Специалисты, которые занимаются изучением человеческого поведения, считают, что формирование привычки может начаться в любом возрасте. Может не закончиться вообще. Но всегда имеет три предпосылки. Первая предпосылка – это пластичность сознания. Под этим следует понимать способность индивида меняться. Если чуть-чуть копнуть, станет понятна череда событий. Один раз вы делаете шаг в ту или иную сторону, делаете выбор направления, которое будете держать равнехонько до того момента, пока окружающие вас события не заставят вас меняться, или пока вы не захотите этого сами. Так, например, держит форму пластилин. Он не изменит положение в пространстве, пока руки мастера не вылепят из него новую фигурку. Вторая предпосылка к рождению привычки – это повторение. Чем чаще вы повторяете то или иное, неважно что, действие или слово, тем быстрее оно войдет в ваш повседневный ритм. Пройдет совсем немного времени, и вы заметите, как прочно вошли новшества в ваш обиход. Интересно, что в этом случае играют роль не только повторения, но и наблюдения. Очень многие влюбленные пары примерно через три месяца отношений с удивлением отмечали, что начали постоянно употреблять те или иные фразы, характерные для их половинки. Этот же аспект повторения психологи считают наиболее важным, поскольку именно он, как правило, помогает сменить вредную привычку на привычку, приносящую пользу. Иногда бывает, конечно, что работа забирает много энергии, так что сил на то, чтобы вырабатывать в себе те или иные качества, почти не остается. В этом случае очень важно, чтобы с вашей стороны исходило побольше инициативы, поскольку лень матушка уже срубила на корню множество настоящих талантов. Согласитесь, никто не хочет быть абстрактным менеджером с неисчерпаемым стаканом в руках. Наконец, третий фактор, благодаря которому на свет может появиться новая привычка. Это пространство, с которым вы получаете позитивные эмоции. Эксперты признали, что чем чаще вы концентрируетесь на том, что делаете, тем скорее получите привычку. Специалисты по человекознанию называют это причинно-следственными связями, а ведущие западные философы вывели формулу, согласно которой весь человек держится именно на связи следствия и причины. Формула в общих чертах такова. Если в мире есть отдельно взятая причина, значит где-то существует и следствие. В русском языке есть прекрасный эквивалент этому выражению. Он звучит так. Ничего не исчезает бесследно. Таким образом, самоконтроль это восхитительное качество, которое к тому же может воспитать в себе абсолютно любой человек. Так, например, можно концентрироваться на том, чтобы пить кефир перед сном и, наконец, нормализовать работу кишечника. Можно привыкнуть к бегу по утрам, если думать о том, что на выходе вы станете счастливым обладателем спортивной фигуры. Взяв за правило заучивать по нескольку фраз и выражения ежедневно, можно за год вполне сносно выучить иностранный язык. Практически думая о том, что делаешь, можно привыкнуть к чему угодно. Главное, чтобы вас не покидала идея, зачем вы это делаете. Альтер-эго, к слову, рождается именно так. На этих трех китах, пластичности, сознания, повторения действий и осознания необходимости того, что вы делаете, и держится вещь, которая управляет всеми семью миллиардами людей на земле. Привычка. Не стоит в то же время думать, что те или иные законы будут подчиняться вам по первой же просьбе. Закон – категория так или иначе юридическая и нейтральная. И в первую очередь это относится к законам психики. А значит, не закон становится на вашу сторону, а вы становитесь на его или отказываетесь от него. На самом деле все элементарно. Хотите добиться успеха? Не жалуйтесь на окружающих. Это натуральное самовыгораживание. Вместо этого попробуйте взять себе за правило каждый день поднимать гантели. Пусть не тяжелые, всего по килограмму, и пусть немного, всего по десять раз. И главное, пока поднимаете, и пробуйте понять, что делаете, это исключительно себе же на благо. В здоровом теле здоровый дух в конце концов. Слова словами, скажете вы, а на практике все гораздо сложнее. И действительно, неутешительная статистика говорит о том, что многие люди, выслушав ряд советов по тому или иному поводу, не следуют им. Напротив, они мило кивают и почти сразу же возвращаются к привычному ходу событий. Вполне вероятно, что люди просто не хотят или не готовы что-либо менять в своей жизни. Например, не хотят менять вредные привычки на положительные. Что ж, всему свое время. Представьте, Настю пригласили на собеседование в престижную компанию. Она с успехом прошла три стадии разговоров с предполагаемым начальством. И ее приняли на работу с двумя условиями. Она бросит курить и выучит испанский. Первое необходимой компании, поскольку направление ее деятельности – здоровый образ жизни. А Настя оказалась тем самым представителем, которого искали несколько месяцев. Второе условие оказалось нужным, поскольку раз в два месяца девушке пришлось бы летать в Испанию и общаться с партнерами и клиентами. Теоретически Настя понимает, что и первое, и второе условия, которые ей придется соблюдать на прекрасной работе с высоким окладом, пойдут ей на пользу. Но внутренне она не готова ни расстаться с сигаретами, ни записаться на курсы. Поэтому на работу после продолжительных поисков взяли другую сотрудницу, а Настя так и работает барменом. Вполне возможно, что Насте мешают сторонние факторы. Владельцы старой работы, детские страхи перед самолетами, члены семьи или завистливые подруги. Однако ей скоро 30, и хорошо бы понять, что отказ от никотина, немного кориды раз в два месяца и южное солнце пошли бы ей на пользу. В противном случае она станет еще одним беспомощным солдатом, который в итоге сколотит армию безвольных добровольцев. Такие люди не чувствуют себя теми, кто может изменить собственную жизнь к лучшему. Как следствие, они ополчены на весь белый свет, завистливы, опасны и все же беспомощны. Неужели вам нужны такие проблемы? Глава вторая. Польза и вред привычек. Относительно недавно в Штатах жил некто Грегори Бейтсон. Так звали ученого-специалиста во многих естественных науках. Бейтсон в рамках своей исследовательской деятельности вывел теорию, которая пользовалась успехом у психологов. Принцип таков. Человек вначале учится одной вещи. После того, как он сроднится с ней, его внимание переключается на многообразие фонов и контекстов, идущих рядом с этой вещью. В результате этой связки человек получает привычку, а после этого появляется его собственная модель мира. Она, в свою очередь, что-то похожее на кубик Рубика. Верти как хочешь. Но есть один нюанс. Иметь дело будешь именно с привычкой вертеть кубик, а не с общей идеей собранной конструкции. Выходит, что, получив единожды привычку, человек обретает и маленький кусочек того, что принято называть собственным миром. То есть, обретя привычку, человек варится с ней в одном котле. Время от времени обращая внимание на какие-либо фоновые вещи. В этом смысле интересны отношения между самими привычками и человеческим сознанием. Последняя, обладая куда большими полномочиями, может отслеживать привычки и выбирать ту, которая ему ближе в тот или иной период. Из этого следует, что дело именно в наборе привычек. Дело в ассортименте тех привычек, из которых сможет выбирать сознание. Если менеджер Олег имеет две привычки – пить пиво после работы и грызть ногти, сознание выберет то, что ему будет удобнее в зависимости от времени суток, настроения, начальства и финансового положения. Поэтому ногти Олег грызет на работе, а пьет после работы. С другой стороны, если дело в ассортименте, то кое-что зависит и от самого человека. Речь идет о его способности переучиться, переключиться с одной привычки на другую, если выяснится, что сознание переключается на разрушение. То есть, если встанет вопрос об увольнении, Олегу будет логичнее научиться успокаиваться с помощью какого-нибудь хобби, чем продолжать пить. Однако и в этой стороне есть свои подводные камни. Эксперты уверены, что как в хорошей привычке может быть вред, так и в плохих может быть польза. Все очень субъективно, однако доля истины в этом есть. Давайте посмотрим, чем могут быть полезны, вредны, на первый взгляд, привычки. Начнем с вещи, которую считают серьезной проблемой многие и многие родители. Это страсть к играм. Неважно, компьютерным или азартным, принцип у них один и тот же. То, что игры повсеместно считают злом, известный среди психологов факт. Мамы возмущаются, ребенка за уши не оттащишь от компьютера. А от монитора, во-первых, стремительно падает зрение. Во-вторых, игры отвлекают сознание от серьезных вещей. Например, от обучения. И в этом они правы. Действительно, бездумное времяпрепровождение отупляет любого. Однако в компьютерных играх есть свой очевидный плюс. Они прекрасно развивают внимание. Особенно это касается аркад и стратегий, где приходится все время контролировать процесс игры. Интересно и то, что у ребят, которые уделяют время динамичным компьютерным играм, координация движений и глазомер лучше, чем у детей, которые предпочитают чтение. Это не значит, что нужно отбирать книги у своих чат. Речь скорее о том, что в часики компьютерных игр в день нет ничего страшного. Хорошая координация пригодится будущим спортсменам или водителям, будьте уверены. И все же невозможно отметить, что полезны будут разве что положительные игры. То есть никакой крови, никаких ужастиков и громких звуков. И не забывайте о соответствии возрасту. У людей постарше игры свои. И одна из самых безобидных среди них – любовь к кофе или кофемания. Некоторые считают повышенное внимание к ароматному напитку своего рода болезнью, а некоторые – самым настоящим ударом для людей с пороками сердца или сахарным диабетом. Здесь, как и во всех остальных случаях, о которых мы поговорим дальше, все дело в дозе. Чашка кофе, как оказалось, может спасти мужчину от болезни Паркинсона, поскольку способствует образованию в нервных клетках своего рода противоядия – дофамина. А эксперты из Японии пришли к выводу, что люди, которые пьют кофе каждый день, реже заболевают раком печени. Ну и ни для кого не секрет, что кофе – прекрасный антиоксидант и чудное слабительное средство. Только кофе, учтите, обязательно должен быть хорошим. Сомнительно, чтобы пакетированный порошок вообще считался нормальным напитком. Кстати, насчет напитков. Мы уже говорили о том, что употребление алкоголя многими считается пороком, и это вполне естественно, принимая в внимание отечественный менталитет и совершенную неспособность остановиться вовремя. Однако, если попробовать сменить привычку злоупотреблять спиртным на привычку пропускать граммов 50 красного вина за ужином, дело может пойти на лад. Оказывается, красное вино в незначительных дозах помогает бороться с заболеваниями сердца. Конечно, как и в случае с кофе, речь идет именно о хорошем вине, а не о так называемом самопале. Но если вино вы по каким-то причинам не переносите, но предпочитаете пиво, то и для вас есть приятный факт. В настоящем пиве всегда есть витамин В6, который помогает образованию аминокислот, снижающих, в свою очередь, риск инфарктов. Главное в этом случае не переборщить с антидотом. Представительниц прекрасного пола, к слову, тоже есть от чего спасать. Многие из них буквально разрываются, застряв в схеме «работа-дом-работа», даже не догадываясь, что такой нагрузки не выдержит даже здоровье Ильи Муромца. «И как вам удается не сломаться?» – недоумевают окружающие. Однако врачам удалось доказать, что барышни, которые умудряются сочетать работу и семью, много реже страдают от депрессии, поскольку им элементарно некогда заскучать. «Там детей в сад отведи, там суп свари, там к свекрови съезди». В таком графике женщине придется держать себя в тонусе, да и самочувствие у них получше, чем у медлительных и апатичных, пусть и самых обаятельных домохозяек. При этом результаты экспериментов показывали, что почти половина домашних девушек страдает ожирением в тяжелой форме, зато среди работающих этот показатель меньше, чем вдвое. Однако, милые дамы, это совершенно не означает, что нужно взваливать на себя совершенно все хлопоты, от стирки до глажки. Вы не ломовая лошадь, чтобы упасть без движения и пролежать все выходные на диване из-за переутомления среди рабочей недели. И не забывайте хотя бы раз в год отвлекаться от семьи и отдыхать с подругами или самостоятельно. Ну а медитации и шоппинг разок-другой в месяц никто не отменял. Очередная полезная, вредная привычка заключается в стремлении поесть побольше да пожирнее. Специалисты из университета Уэльса обследовали почти две с половиной тысячи мужчин от двадцати пяти и старше. Результаты ошеломительные. Любители жирных молокопродуктов почти в два раза реже заболевали диабетом. И вообще много реже сталкивались с аналогичными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ларчик открывается элементарно. Кислоты, входящие в сыр, творог или молоко, увеличивают чувствительность организма к инсулину. Отметим, однако, что, во-первых, это касается только молочных продуктов, а, во-вторых, сказанное выше совсем не повод для злоупотребления сладеньким да жирненьким. И сыры, и йогурты лучше всего употреблять в рамках хорошо продуманной диеты. Таковы плюсы вредных привычек. А каковы же могут быть минусы у привычек полезных? Вы не ослышались, у привычек, которые считаются полезными и стараются их всячески развивать, тоже есть свои нюансы, зачастую совершенно ненужные. Например, американские ученые считают, что трепетное стремление родителей привить своим чадом самые правильные привычки зачастую может пойти против самих же малышей. Так что в этом случае вопрос о коэффициенте полезного действия остр как никогда и очень даже касается здорового образа жизни. Прежде чем говорить на эту тему, скажем лишь, что вопрос уходит за рамки психологии. В пределы психиатрии, которой известно понятие артерексии. Больше всего этот термин, под которым понимают дотошность в вопросе здорового образа жизни, касается мамочек-наседок, которые ни за что не выпустят малыша гулять без шарфа, если на улице ниже плюс десяти по Цельсию. Артерексия рано или поздно загоняет человека в состояние, когда он не может думать ни о чем другом, кроме как о правильном поведении. Самое отвратительное, что больше всего от нервных расстройств родителей страдают именно дети. Возможно, это звучит диковато, но первая из вредных привычек, которую все считают полезной, это длительный сон у детей. Конечно, и это не секрет ни для кого из нас. Для каждого из возрастов есть свои определенные рамки. И многие педиатры уже написали множество работ относительно детского сна. Только их мало кто читает. А зря. Потому что это, как правило, книги или брошюры, в которых написано, что самый оптимальный период для детского сна, это время с десяти часов вечера до семи часов утра. Малышам, которые еще не пошли в школу, к этим девяти часам добавляют обычно еще часа-полтора дневного сна. Отсюда и тихие часы в детских садах. Однако многие родители именно дают своим детям прекрасную, на их взгляд, возможность спать или валяться в постели сколько угодно. И в этом их колоссальная ошибка. Корни ее растут прежде всего из желания выспаться самим. А во-вторых, многие не хотят или не могут себе в этом признаться из неореализованной потребности в тишине. Сама же ошибка заключается в том, что длительный сон или злоупотребление положением лежа отвратительно влияет на нервную систему, на работу мозга и даже на функционирование кишечника. Самое оптимальное в таком случае, если родители вовремя опомнятся и переведут своего ребенка на адекватный режим. Второй смертный грех здорового образа жизни – это, как говорят в народе, чистоплюйство. Совершенно нормально, когда человек в здравом уме и твердой памяти моет руки перед едой, как завещают все брошюры, маломальски связанные с гигиеной, а также после контактов с братьями нашими меньшими и после туалета. Однако и это также упущение и привычка родителей многих детей заставляют мыть руки много чаще, чем можно себе предположить. Оделся, помыл руки, уходишь на улицу, помой руки, поиграл с детьми у себя дома. Ну вы поняли. Так делать нельзя. Частое мытье рук, и это же касается приема ванны или душа, разрушает барьер, который есть на нашей коже для защиты от бактерий. Да и вообще подобные увлечения явственно говорят о неврозах. Так что мыло наш друг, конечно, но злоупотреблять им не надо. С душем тоже есть смысл знать меру. Если летом ополаскивание прохладной водой очень приятно, то зимой легко приведет к простуде. Еще один вопрос гигиены – непоколебимое, маниакальное желание чистить зубы. С фанатизмом, разными пастами в зависимости от времени года, с нажимом и усилиями. Частая и продолжительная чистка зубов доказана, когда-нибудь приведет к тому, что вы повредите собственную эмаль. А это, мягко выражаясь, пренеприятнейшее ощущение. Профессиональные стоматологи считают, что для избегания запаха изо рта после еды ротовую полость лучше полоскать. А что касается непосредственной чистки, делать это нужно легонько и с минимальным нажимом. Иногда лучше послушать советы рекламы и воспользоваться жевательной резинкой. Ключевое слово – иногда. Наконец, тяга родителей к абсолютной стерильности – крайняя степень абсурда. Во-первых, это еще никому не удавалось. Во-вторых, обработка детской комнаты и игрушек всевозможными антисептиками в конечном счете начнет ему же вредить. Ребенок не будет находиться в контакте с бактериями, которые для маленького человека являются своего рода прививками и средством для выработки иммунитета. В дальнейшей жизни это, очевидно, не идет никому на пользу. Итак, у любой привычки есть свои достоинства и недостатки. И все же ряд привычек идентифицируются людьми как плохие. Далее мы попробуем разобраться, как бороться с этими гадостями. Глава 3. Убираем негатив. Как избавиться от вредных привычек. Привычек, которые можно считать по-настоящему вредными в мире целое множество. Большинство людей, перечисляя их, в первую очередь назовут курение и чрезмерное употребление алкоголя. Однако на этом дело не заканчивается. И все больше и больше ученых называют врагами человечества переедание, которое неизбежно ведет к ожирению, гиподинамию и привязанность к мониторам. Под последним стоит понимать привычку к просмотру телепередач, которая перерастает в бездумное поглощение информации и страсть к компьютерным играм или социальным сетям. Одновременно с этим, и мы с вами говорили об этом ранее, человек может привыкнуть и к полезным для себя вещам, например, вечерним прогулкам или закаливанию. При этом от привычек, которые преобладают, будет зависеть, скажем так, конечный продукт. То есть вы сами как бы лепите себя, и от вас же зависит, получит мир вечного спортсмена или юного старикашку. Едва ли есть необходимость объяснять, что сигареты и алкоголь, как и бесконечные часы, проведенные в соцсетях, жизнь человеку не продлят. Однако стрессы в современных условиях преследуют нас постоянно. И в результате всевозможных конфликтов, которые могут то и дело возникать на работе или дома, человек рано или поздно поддается вредным привычкам. Конечно, это касается не всех. Известно множество людей, которые никогда в жизни не пробовали закурить, и множество людей, не переносящих алкоголь. И тем не менее процент тех, кто пробовал портить свое здоровье, вне зависимости от возраста, чрезмерно велик. Отметим, что одной из тотальных проблем становится так называемое «заедание стрессов». Когда человек, в буквальном смысле, отказывается двигаться, прячется в выходные и по вечерам в своей комнате, никуда не выходит и без конца поглощает все подряд, не останавливаясь ни одних только бутербродах. Едва ли организм скажет за такое отношение спасибо. И будет прав. Кого стоит благодарить за разрушение? Вполне логично, что если вы узнали в приведенных примерах себя, пора что-то менять. И несчастливые обладатели вредных привычек, как правило, этого не отрицают. Психологи обычно советуют в таких случаях переключить сознание на вещи, которые связаны для вас лично с положительными ассоциациями. Чувствуете, например, что вас мучает одышка и закурение? Выбросьте пачку и достаньте, наконец, велосипед из гаража. Плеер в уши, ветер в лицо и вперед. Только о правилах дорожного движения не забывайте. Но перед этим попробуйте разобраться с самим собой. Будьте честны и попробуйте понять, где именно и по каким причинам вы начинаете перегибать палку. Попробуйте найти границу между обычным потреблением и перебором. Большинство людей обычно знают, какая по счету рюмка для них будет лишней. Но они обычно молчат, потому что сказываются внутренние комплексы, основанные на желании соответствовать окружающим. И тем не менее, если вы уже собрались воевать с неправильным собой, вам придется быть предельно искренним. А помимо этого нужно ответить и еще на один вопрос. Что конкретно нужно менять и для чего? Хотя здесь обычно все просто. Если от вас уходит жена, потому что вы каждый вечер засовываете носки под матрас, перестаньте засовывать носки под матрас. Обычно решение проблемы лежит где-то на поверхности и в непосредственной близости от вас. Нужно просто лучше присматриваться. К сожалению, как в кинофильмах, отрицательные персонажи всегда колоритнее положительных, вредные привычки зачастую затягивают людей гораздо сильнее, чем полезные. Однако, если не бороться с ними, результат может быть плачевным, вплоть до ухода из жизни. Мы уже говорили, что бокал красного вина в день вредным не будет, а вот десяток рюмок без закуски сомнительное удовольствие для печени. На это некоторые люди не обращают внимания и через непродолжительное время оказывается, что лечить последствия куда тяжелее, чем вовремя остановиться. Однако мы здесь не впадаем в уныние, а наоборот, стараемся решать проблемы, так что в сторону негатив. У многих прекрасно получилось отказаться от жизни лежа и на выходе мир получил вполне здоровых людей. Эксперты из Массачусетского университета установили, что для работы с пациентами, которые страдают из-за тех или иных вредных привычек, есть формула, ключевой элемент которой личностная установка на борьбу с вредной привычкой. Попробуем разобраться, что к чему. На примере борьбы с курением, как уже было сказано, это вредная привычка номер один. Причина вполне понятна, учитывая количество автомобилистов на планете. Пить за рулем нельзя, зато курят в машинах очень многие. И многие же, рано или поздно, выкурив энную пачку, приходят к мысли, что пора бы уже и бросить. Кого-то смущает запах изо рта, кого-то проблемы с легкими. Барышни отказываются от сигарет, как правило, во время беременности. Есть множество способов для того, чтобы бросить курить, но, и это доказано, все они эффективны исключительно при одном предельно важном условии. Искреннем желании самого курильщика. Дизайнер Макс предельно творческая личность. На этом фоне у него, к счастью, не развились проблемы с алкоголем. Зато Макс осенью ходит в стильном плаще и с неизменной сигаретой. Макс курит везде и курил бы даже в метро, если бы ему не приходилось ездить на Крайслере. Студия, в которой он работает, находится на пятом этаже. В один прекрасный день лифт ломается, и дизайнеру Максу приходится подниматься на своих двоих. В этот момент он понимает, что не может быстро передвигаться, потому что к горлу подкатывает комок, дыхание затрудняется, а пульс похож на пульс альпинистов, зашедшего на Эверест. Весь красный Макс приходит в студию и пытается откашляться, но почти безрезультатно. Надо бросать курить, думает он, выходит на балкон и закуривает. Потому что Макс уверен, курение – часть его дизайнерского имиджа, и окружающие едва ли примут его без сигарет. При этом он только краем уха слышит просьбы своей жены перестать курить хотя бы на кухне, у нее аллергия на табак. Макс инертен, как и большинство людей, живущих с подобными ощущениями. Теоретически у него даже есть мотив, но совершенно нет желания выбросить недокуренную пачку. Еще меньше у него желания слушать специалистов, готовых помочь ему восстановить дыхательную систему. Соответственно, у него нет уверенности в том, что лечиться нужно вообще. Он, стало быть, и не лечится, поэтому лет через пять одышка может перерасти в рак легких. Впрочем, есть и другой вариант развития событий. Если до Макса наконец дойдет, что пора бы завязать с сигаретами, инертность рано или поздно отступит, а лечение пойдет успешно. Из этого вытекает, что для успешной борьбы с вредными привычками нужны три вещи. Мотив для начала, уверенность в успехе и желание победить. После того, как мы определили необходимые компоненты, давайте распишем по шагам, как именно мы будем бороться. Шаг первый. Определите объект борьбы. Предположим, у вас несколько вредных привычек. Вы курите, грызете ногти и переедаете на ночь. Ученые считают, что бороться нужно по порядку и с одной привычкой за одну войну. Так будет гораздо эффективнее. Срабатывает поговорка о двух зайцах. Привычка может возникнуть почти моментально и укорениться в сознании за одну неделю. На борьбу с ней уйдет порядка трех месяцев. На этом этапе очень важно определиться со сроками и мотивами. Если вы решили перестать есть пельмени в полночь, мотивируйте себя мыслью, что за три месяца, например, аккуратко дню рождения или к началу курортного сезона, отказавшись от ночных пельменей, вы сбросите пару лишних килом. Шаг второй. Вам не отказа от чего-либо. Здесь очень важно не допустить промахов и не променять пельмени на бутерброды. В противном случае результат будет потрясать. В это время вы, вероятно, будете чувствовать себя как будто в вакууме и вам придется находить себя адекватное занятие. Психологи советуют завести дневничок, в который вы будете записывать свои планы и успехи. Бывает, что программа на вечер внезапно приходит в голову пока вы на рабочем месте. Но пока вы доезжаете до дома все как будто выветривается. Кроме того, сформулируйте для себя причину, по которой вы отказываетесь от привычки и обязательно запишите ее. Исследования показывают, что люди отказываются от немотивированных действий в первую же неделю. Шаг третий. Поощрение. Опять же за съеденные пельмени не стоит награждать себя курицей гриль. Лучше съесть творожок или купить наконец фотоаппарат, о котором вы давно мечтали. Шаг четвертый. Не ждите моментальных результатов. Это сугубо психологический момент, но к нему тоже нужно прийти. Люди, которые бросили курить, лучше остальных знают, как тяжело приходится в первую неделю, когда желание снова схватить сигарету нарастает с каждой минуты. Именно в это время очень важно мотивировать и поощрять себя любимого, а также отмечать в календаре, например, каждый день без никотина. На первый взгляд это кажется смешным для взрослого, но рано или поздно у вас проснется ребенок, и новая обведенная кружочком цифра станет поводом для гордости. Шаг пятый. Воюйте с негативом поэтапно. Преодолеть привычку невозможно одномоментно. Хорошо, если вы распишите свою борьбу поэтапно, например, если вы пытаетесь не есть все подряд, попробуйте сначала отказаться от фастфуда, потом от бутербродов на ночь, а потом от жирной пищи. Примерно такая же история со словами паразитами, например, вы заметили, что экаете или повторяете одно и то же слово 35 раз в час. Здесь бороться будет труднее, чем с бутербродами, потому что речь контролировать очень и очень сложно, но вы все же попробуйте считать и попутно сокращать употребление. В конце концов оно сойдет на нет, а кроме того, вы активизируете свое внимание, что безусловно также пойдет вам на пользу. Шаг шестой. Ищите поддержки близких или людей, которые также борются с аналогичными привычками. Попробуйте найти тематические форумы или группы в социальных сетях. Хорошо будет также, если вы попросите семейный совет поддерживать вас и отбирать бутерброды в трудную минуту у полуношного холодильника. Такая помощь на первых порах может даже оборачиваться конфликтами. Но не переживайте, они обычно быстро утихают, а вы своим домашним еще и спасибо скажете. Воевать с дурной привычкой в одиночку дело не очень результативно. Обычно человек приободряется, когда слышит слова поддержки и наоборот падает духом, когда ее нет. Можно попробовать и обратный метод. Он заключается в том, чтобы понаблюдать некоторое время за людьми, которые имеют те же привычки, с которыми боретесь вы. Довольно часто на глаза попадаются крайние степени привычки, что лишний раз убеждает человека в его правоте в борьбе. Шаг седьмой Избегайте соблазнов. Если вы поставили холодильник возле компьютера и почему-то не можете оторваться от холодца, может пора бы убрать холодильник из комнаты. Шаг восьмой Ищите дополнительную мотивацию. Очень неплохо мотивирует к продолжению борьбы подсчеты в сфере экономики. Бросили курить? Подсчитайте сколько денег сэкономили за неделю. Можно выкроить эту сумму и купить что-нибудь полезное. Обычно денег, которые человек не потратил на табак за неделю, хватает на симпатичную посуду, постельное белье или новый набор кухонных ножей. Шаг девятый. Учимся вдыхать. Рано или поздно может наступить момент, когда вам захочется бросить все и снова поддаться на уловки собственной слабости. Это приходит или к концу первой недели, или к концу первого месяца. Человек становится раздражительным, ему кажется, что целый мир ополчился на него и снять стресс поможет всего одна сигарета. К большому сожалению, сигарета не поможет. Зато риск сорваться и закурить возрастает до 95%. В момент, когда вам покажется, что привычка снова сильнее вас, отвлекитесь от дурных мыслей, замрите и сделайте несколько глубоких вдохов. Это поможет вам успокоиться, после чего вы сможете вернуться к обычному образу жизни. Шаг десятый. Признаем свои ошибки. Все мы люди и все мы имеем свои слабости. Бывает, что привычку невозможно преодолеть с одного раза. Так чаще всего бывает как раз с курением. Однако не опускайте руки, постепенно вы обязательно добьетесь своего. Главное в этом деле не забывайте мотив. Глава четвертая. Сила духа. Как привыкнуть к успеху. Существует расхожее мнение о том, что каждый человек уникален. С той точки зрения, с которой на мир сейчас смотрим мы с вами, все выглядит весьма забавно. Уникален не сам человек, а набор его привычек. Марина прекрасно в своей привычке забывать зонты в Макдональдсах. Саша великолепен в привычке бриться по утрам и именно в тот момент, когда всей семье нужно ванную комнату. Нина очаровательно в привычке ковыряться в носу. Что объединяет этих людей? Пожалуй, ничего, кроме одной вещи. Они рассеянные, что еще хуже, не привыкли к успеху. Они сформировали самих себя без каких-либо установок на привлечение успеха. Так что ничего примечательного сказать о них мы не можем. Тем не менее, шанс на переформатирование есть всегда. Но если не опомнится вовремя, победить дурацкие привычки может быть очень сложно. А между тем, то, что мы считаем успехом, является ничем иным, как набором правильных привычек. Где-то между литературой и психологией существует чудесная аллегория, основанная на законе Архимеда. Допустим, у нас есть ведро с водой. Вода в данном случае это наши же плохие привычки всевозможных уровней и глубин. Если бросать в воду камни, можно заметить, как с каждым камнем воды становится меньше. Нет смысла объяснять, что камни это хорошие привычки, которые вытесняют плохие. А значит, вполне логично, что даже имея в запасе неплохой арсенал из вредных привычек, можно переключить внимание на привычки полезные, сконцентрировать внимание на них и стать, наконец, успешной личностью. Бороться с собой таким родным и привычным очень сложно. Даже если у нас есть четкий план действий, но при этом по тем или иным причинам наше сознание отказывается принимать результаты и фиксировать их, результат едва ли будет положительным. Даже если вы полгода записывали себе в блокнот, что со следующего дня начнете бегать по утрам, но так почему-то никуда и не побежали, купленные по случаю беговые кроссовки можно продавать обратно за ненадобностью. Из этого следует, что только выполняя и самое важное повторяя нужные действия, можно ломать собственные стереотипы, рвать шаблоны и добиваться нужного результата. Едва ли кто-то станет настраивать себя на провал, поэтому продолжая беседу мы будем ориентироваться на достижение успеха. Для этого каждому из нас потребуется изрядная доля самодисциплины, без которой дело пойдет на смарку, но неделька другая тренировок и дисциплина больше не будет для вас проблемой, даже если до этого вы систематически опаздывали на работу, в какое бы время туда не направлялись. Перед тем, как подсказать вам пять привычек на пути к успеху, попросим вас только об одном. Не откладывайте тренировки на завтра, это дорогого стоит. Первая привычка для достижения успеха. Мыслите позитивно. Например, Олеся месяц назад устроилась на работу. Барышня она весьма трепетного возраста, только окончила институт, но с образом мышления у нее по каким-то причинам не лады. Ей постоянно страшно и она бесконечно боится маломальской ответственности. Олесе страшно предложить начальству свой стартап, Олеся трещит по швам от слова дедлайн, она боится начинать новый проект, потому что переживает, как бы ее не подняли насмех на виду у коллег. Для хрупкой 22-летней девушки это хуже, чем пытки Великой Инквизиции. Как следствие, из-за постоянного страха перед собственной работой и своим начальством, Олеся имеет бледный вид и стильные фиолетовые круги под глазами от хронического недосыпа. Помимо этого, она постоянно зациклена на своих проблемах и говорит о них даже во время встреч со своими подругами. С некоторой точки зрения это вполне объяснимо. Олеся не привыкла к риску и к адреналину, который всегда сопровождает начальные этапы любого успешного проекта. Отсутствие веры в себя, а также боязнь упасть в грязь лицом, пробуя новые тропинки, едва ли приведут хоть к каким-то результатам на профессиональной почве. Попробуйте предположить хотя бы один раз, что начальство не страшный зверь о семи рогах, а вменяемый человек, просто опытнее вас во многих вопросах. Этот момент обычно упускает из вида молодежь, и в итоге растут сотни людей, панически боящихся руководства. Позитивное мышление предполагает, что с новым проектом лучше идти не в социальные сети, а к своему руководителю. Положительное мышление как нельзя лучше формирует литература. Рекомендуем составить хотя бы топ-10 любимых книг и прочитать их за пару месяцев. Не нужно строить иллюзии на предмет того, что за неделю вы прочитаете 20 любимых изданий. Обычно такие обещания заканчиваются пыльным томиком Каэлья в недрах книжной полки. Работа над собой вкупе с чтением это, кстати, очень тяжело, но марку нужно держать. Вторая привычка, ведущая к успеху. Преодоление лени и эгоизма. Слесарь Антон опаздывает на работу каждый день. Он работает в частной компании, уже успел заработать честным трудом на симпатичную поддержанную Тойоту. Вроде не пьет и не курит, но есть у парня один минус, за который начальство не выносит его на дух. Он каждый день приходит минимум на 40 минут позже. Причин в запасе у Антона в достаточном ассортименте. От будничных вроде пробок на центральном кольце, до праздничных вроде спасения человечества. Руки у него растут откуда надо, поэтому его до сих пор не уволили. Но и вверх по карьерной лестнице он не сдвинулся ни на йоту за три года, потому что час работы это деньги компании, которые очевидно не заработать в отсутствии слесаря. Ситуация усугубляется тем, что молодой человек считает, что он сова. Из-за этой убежденности и нежелания менять распорядок дня, он физически не может встать раньше девяти часов утра. В это время обычно все уже на работе. Здесь речь идет о том, что если человек намерен двигаться вперед и вверх, ему придется ломать себя, и зачастую бывает так, что смена привычного жизненного ритма это самое безобидное, что можно придумать в подобных случаях. Если ситуация достигает критической отметки, лучше или поискать другую работу с более демократичным графиком, или попробовать таки ложиться и вставать на пару часов раньше. Это вполне реально. Третья привычка успешного человека. Не размениваемся на мелочи. Рита собирается возглавить отдел продаж в компании дистрибьюторе бытовой техники с мировым именем. От победы в конкурсе ее удерживают ее же привычки. Рита денно и нощно зависает в социальных сетях, а еще выходит на перекур с чашечкой кофе примерно раз в час. Таким незамысловатым образом она теряет около трех рабочих часов. Да чего талантливая девочка, говорит международная комиссия, но что-то уж больно не собранное. следующий. Рита действительно талантлива, поэтому вдвойне обидно, что свой талант она потихоньку распыляет на посиделке в социальных сетях, переключая таким образом внимание с работы на развлечение. Уровень продаж падает, а вместе с ним ускользает и директорское кресло. Несомненно, время, проведенное в Фейсбуке, можно было бы потратить на изучение нового ассортимента или на онлайновые семинары, которых сейчас превеликое множество на любой вкус и цвет. Бывают, впрочем, наравне с этим совершенно рядовые сотрудники, которые искренне любят свою работу и не считают нужным стремиться к повышению. Здесь причин может быть две. Или повышенная должность расположена очень близко к криминальному миру, или человек не до конца понял, чего конкретно он хочет. В первом случае лучше сменить место работы, во втором виноваты воспитания или комплексы, из-за которых личности не раскрываются в нужном объеме, а значит время обратиться к психологу. Четвертая привычка, без которой невозможен успешный человек. Self-made. Этот симпатичный американский оборот переводится как сделай сделай себя. Суть его настолько же элементарна, насколько проста и формулировка. Можно воспитать в себе абсолютно любую привычку, было бы желание. Правда, вот загвоздка. Лепить можно в любом направлении, так что будет лучше, если предполагаемый образ сформируете и спланируете для себя же вы сами, а не окружающие вас люди. Не сомневайтесь, как только вы доверитесь с чужим рукам, каждый начнет тянуть одеяло на себя и в итоге от вас могут остаться разве что цветные лоскутки. Отработка привычек очень сильно зависит от ответственности и самодисциплины. Если вы уверены, что для продвижения вперед вам нужно удалить аккаунт в соцсети, удалите его. Дальше все будет зависеть от вашей сдержанности и умения отвлечься от мыслей об интернете, которые, конечно, начнут подкатывать со всех сторон, как только вы вычеркнете пароль из памяти. Примечательно, что привычка контролировать себя относится и к внешнему виду человека. Казалось бы, чего тут сложного, подобрал гардероб и одевайся на здоровье. Однако это легко лишь на словах. Многие, даже самые чистоплотные люди после тяжелого трудового дня кидают одежду на кресло, где она до утра лежит до утра и соответственно мнется. Вместе с этим подбор одежды у успешного человека должен быть сопряжен не с понятиями стильно или модно, но с тем посылом информационным или эмоциональным, который он хотел бы донести до своего руководителя. Это довольно странно звучит, но зачастую ведущие топ-менеджеры оказываются обделенными вниманием из-за того, что чувствуют между собой и начальством или коллегами что-то вроде невидимого барьера. Оказывается, что барьер вырастает из-за того, что управленцы одеваются так, что коллеги не воспринимают их всерьез, а начальство просто хихикает в кулак. Так что контроль или его отсутствие над гардеробом может решить многие проблемы с работой. Аналогичная ситуация вырисовывается и в умении работать с электронной почтой. Кому нужна компания, которая практически не откликается на запросы? И в сдержанности, и во многом другом. Все положительные качества, напомним, можно выработать, если работать над собой любимым беспрестанно и неусыпно. Наконец, пятое правило успешного человека. Это постоянное самосовершенствование. Тому Питерсу, американскому бизнес-гуру и отличному писателю, приписывают авторство великолепного выражения. Делай клевые вещи, каждый, блин, день, не можешь, умри. Возьмите себе за правило каждый день открывать для себя пусть даже самый маленький, зато новый горизонт. Уж поверьте, за каждый, пусть даже самый маленький, но новой мелочью может скрываться новое грандиозное дело. Попробуйте заниматься иностранным языком хотя бы 15 минут в день. От вас не убудет, особенно если некоторую часть времени вы все равно проводите в курилке или на форумах. Но интернет от вас никуда не денется, а тренированная память имеет свойство быстро разряжаться. Так что нужно держать себя в тонусе и, безусловно, быть открытым для новых дел. Повторимся, что выращивая в себе мастодонта от бизнеса, вы должны помнить о конечном продукте, а также определить, что конкретно вам нужно от профессии. Неплохо, если у вас есть идеалы для подражания, но строить из себя второго Стива Джобса будет излишне. Куда лучше, если вы будете анализировать себя вчерашнего и сравнивать с собой настоящим. Даже если вы где-то промахнулись, это не повод останавливаться. Шрамы украшают успешного человека. Глава пятая. Чтобы любовь не стала привычкой. Инна и Костя вместе уже три с лишним года. За это время они, как полагается многим парам, что-то успели пережить вместе, а чего-то, соответственно, не успели. Зато они снимают симпатичную квартиру в нескольких минутах от центра и внешне довольны жизнью. Костя высокий брюнет с темными синими глазами, бухгалтер в какой-то букмекерской конторе. Инна хрупкая, смешливая студентка. Только вот смешно ей в последнее время разве что на людях. Они с Костей уже совсем не та пара, которая восхищала всех, вне зависимости от уровня знакомства три года назад. Ощущение, что любовь, наполнявшая их сердца, совсем недавно словно улетучилась, не покидает Инну. То, чем раньше был прекрасен Костя, теперь кажется ей редкостной мерзостью. А уйти она не может. Во-первых, из-за финансового мотива, потому что парень помогает ей платить за обучение, а во-вторых, из-за того, что в Инну цепкими лапами вцепилась привычка. И действительно, состояние влюбленности всегда сопровождается невероятной и незабываемой эйфорией, испытываемой особенно остро, когда рядом находится наш избранник. Закономерно, что в такие моменты человек способен свернуть горы и становится для своей половинки самым милым, активным и романтичным. Так продолжается ровнехонько до тех пор, пока в сознании не укореняется мысль о том, что время идет, опасия никуда не девается, отношения становятся относительно прочными и ровно текущими, и активность и возбуждение сменяются тишиной и умиротворением. Как следствие, если этап влюбленности мог сопровождаться хрестоматийными прогулками под луной или совместными походами в горы, то состояние стабильности несколько одомашнивает людей. В этом одомашнивании, как и во всем остальном, есть свои плюсы и минусы. Люди выясняют, что в чем-то не похоже, находят это вполне нормальным и пытаются притереться друг к другу. Обычно это сопровождается выяснением отношений, от которого, как правило, зависит судьба пары. Если скандалы не заканчиваются собранными вещами, то притирки продолжаются и дальше. Чем больше информации человек получает о своем партнере, тем больше раскрывается тайн, и в арифметической прогрессии тает прежнее очарование, и начинается то, что многие пары называют рутиной. Любовь понемножку становится привычкой. на этот счет есть два диаметрально противоположных мнения. Первое гласит, что в этом на самом деле нет ничего крамольного, а привычка к человеку это не вредная привычка, если это не вредит самому привыкшему. Напротив, дескать, привычка помогает сгладить многие острые углы и в ряде случаев даже избежать ненужных никому конфликтов. Но есть люди, считающие по-другому и их большинство. Они уверены, что превращение любви в привычку знаменует конец отношениям. Тем не менее, привыкнув к своей половинке, можно жить с ней годами, а потом изводить себя мыслями а-ля «На кого я убил свою молодость?» Такие случаи очень распространены и известны историей, когда люди ищут в буквальном смысле предлог для побега. Так действительно ли любовь сменяется привычкой? Каковы симптомы этого процесса? Хорошо это вообще или плохо? Давайте попробуем разобраться. Зачастую поддаваясь влюбленности, человек совершенно не принимает во внимание возможную совместимость с потенциальным партнером. Девушки на этом этапе еще могут пролистать гороскопы, но примеров, чтобы кто-то намотал на ус хотя бы часть полученной информации, история почти не знает. Зато стоит только пройти кайфу сопровождающему влюбленность, о, тут-то на поверхность и вылезают верхушки айсбергов. Человек с удивлением обнаруживает, что половинка начинает показывать зубки, и выясняется, что образы жизни у людей совершенно разные, а совместные походы оказываются, например, единственной общей чертой. Мысли о расставании пугают обычно обе стороны. Оба человека уже в достаточной степени привыкли друг к другу, к образу повседневной жизни и к уровню получаемого достатка. На этом этапе копится то самое имущество, которое трудно делить при разводах. Альпинисты Данил и Света снимают комнату в общежитии уже почти пять лет. Друзья то и дело интересуются, когда наконец уже состоится переезд в чуть более адекватное жилье и когда будет свадьба. Второй вопрос Данила и Света пугает гораздо в большей степени чем первый, потому что дискомфорт растет с каждым днем. Даша пыталась как-то разнообразить отношения на комнатном уровне, но безрезультатно. Данил оказался почти непробиваемым человеком с остальными нервами. С другой стороны оба в буквальном смысле изводились в условиях города, от чего спасали только периодические вылазки в горы. Только так можно было продолжать совместное существование. Люди обычно могут признаться себе в чем угодно, только не в собственных отношениях. Можно осознавать собственную привязанность к кофе и сигаретам, можно к алкоголю, можно к чему угодно, но как правило человек просто боится признаться в дискомфорте связанным с отношениями, сам себе, особенно если присутствует материальная зависимость. Ужас в том, что в отношениях может царить пустота и холод, но привычка все равно остается мощнейшим связующим звеном. Здесь стоит отметить, что как только вы чувствуете неладное, попробуйте разобраться в своих чувствах вместе. Это очень тяжелая совместная работа, но если вы не хотите вырезать из и без того короткой жизни несколько лет, лучше расставьте точки над и сразу. Это первое. Второе обычно это попытки ликвидировать рутину. Чтобы было яснее, начнем с примера. Ольга меняется, как кажется Коле, почти ежеминутно. С утра она была симпатичной блондинкой, но уже к вечеру волосы приобрели насыщенный бордовый оттенок. Ольга кидается из крайности в крайность, надеясь разнообразить семейную жизнь. Она проводит массу времени в салонах красоты, что можно было бы считать плюсом, если бы девушка не искажала себя до неузнаваемости. Кроме того, дома постоянно происходят какие-то перестановки, смена мебели, переклеивание обоев. В один прекрасный день Коля все же ушел к барышне поспокойнее. Ты действительно вулкан страстей, сказал он бывшей девушке, но постоянно переклеивать обои, потому что нужно что-то там разнообразить, мне надоело. Лучше бы в кино сходили. И действительно, отношения, которым постоянно маниакально нужны внешние стимулы, без труда можно назвать странными. Конечно, день, другой отдыха или совместный отпуск пойдут вам только на пользу, но если вас не отпускает мысль о том, что нужно что-то двигать и переставлять даже после изнурительной работы, задумайтесь. Может быть вы пытаетесь заполнить эмоциональную дырку в собственном сердце? Обычно такие проявления связаны с первым симптомом. Человек считает, что отношения заедает рутина, но разговаривать с партнером не считает нужным или просто боится. В этом случае начинает казаться, что нужно бы встряхнуться и что-то менять. Не переборщите. Переклеиванием обоев вопрос все равно не решить, а вы измотаетесь еще и физически. Конечно, на какое-то время вы отвлечете внимание от проблемы с охлаждением отношений, но это как с леденцами от кашля. Симптомы сняли, а грипп остался. Если вы чувствуете, что на вас накатывает рутина, нужно попробовать найти точки соприкосновения, а не пытаться убежать во время очередной перестановки мебели. И тем не менее задумайтесь, может не все так плохо, как вы себе представляете. Катя и Миша в свое время отплясывали на всех дискотеках советской Москвы, так что попадали на первые полосы. С течением времени этот драйв поутих, и осталось мирное сосуществование. Однажды Миша встретил однокурсника, который с восхищением говорил о своей жене. Полина не уставала удивлять, но делала это очень тактично и всегда к месту. Была ранняя весна, и Мишу продуло в автобусе, благодаря чему ему пришлось пролежать дома две с лишним недели. Катя ухаживала за ним как могла, покупала любимое печенье и заботливо поправляла одеяло, дежурила у его кровати, пока он спал с температурой. Да ну к черту романтику, подумал Миша. Конечно, мы с Катей привыкли друг к другу, но мы заботимся друг о друге, а это, согласитесь, бесценно. Неправда. По прошествии многих лет бурные отношения могут смениться тихой привязанностью, а вещи, кажавшиеся невероятными, могут оказаться совсем заурядными. Но это совсем не всегда значит, что любви больше нет. Она просто вышла на новую стадию. Гармонии с собой и со своим партнером. Любовь, помимо привычки, получила и новое качество, мудрость, которой не хватает очень многим молодым парам. Теперь она воплощается не в ночных прогулках на грани абсурда, а в каждодневной заботе о своей половинке и ее постоянной поддержке. Однако последний вариант развития событий свойственен обычно парам прожившим вместе более десяти лет. Вполне закономерно, что молодежь в этом вопросе куда динамичнее и стремится к постоянному выяснению отношений. И барышням, и молодым людям, стремящимся скорее определить, не превратилась ли любовь в привычку, лучше постараться ответить себе же на несколько следующих вопросов. Вопрос первый. Если бы с самого начала вы знали о человеке то, что знаете в настоящее время, согласились бы вы вообще развивать отношения? Парадоксально, но обычное большинство девушек и молодых людей срезаются уже на первом вопросе, поскольку дают отрицательный ответ. Если бы я знала, что он так пьет, разве я стал бы с ним жить? Задает риторический вопрос юная девушка. Если бы я знал, что она за маникюром проводит больше времени, чем со мной, разве я стал бы с ней встречаться? Парирует молодой человек. Обычно такой образ мышления говорит о том, что людей держит скорее привязанность или банальная привычка, чем общий интерес и уж тем более любовь. К сожалению, специалисты советуют как можно скорее рвать такие связи. В противном случае мир получит две искалеченных жизни. Вопрос второй. Спросите самого себя, за что вы любите свою половинку? Только пожалуйста оставьте в стороне пафосные ответы вроде невозможно любить за что-то. За что-то вы и полюбили. Кто-то втрескался по уши в стройные ноги, кто-то понял, что с таким партнером будет жить в достатке, кто-то искал и нашел такую же творческую натуру, как и он сам. Так вот, как только вы поймете что-то, что казалось прекрасным, на самом деле не являет для вас более ничего примечательного? Например, финансово обеспеченный мужчина оказался мелочным толстосумом, струнные ноги уже сводили когда-то с ума ночные клубы города, а творческая личность оказалась так себе фотографом? Будьте уверены, вас связывает исключительно привычка. Ничего больше. Вопрос третий. Не стараетесь ли вы соответствовать сложившемуся стереотипу? Известны истории, когда вроде девушка приличная и молодой человек из хорошей семьи, и друзья, и родители в курсе предстоящей свадьбы, только вот отношения потеряли всю возможную радость. Осталась только непреодолимая скука, мирно соседствующая желанием соответствовать ожиданиям. Друзья восхищения от этой чудной зеленоглазой брюнетки, подруги млеют при виде статного красавчика симпатичным Мазератти, только сами брюнетка и красавчик давно друг другу охладели. Может быть, есть резон отменить свадьбу? Отношения, построенные на привычке, очень и очень тяжело ломать. Тем более, что если люди вместе довольно долго, например, больше трех лет, отличить любовь от привычки может быть очень тяжело. Попробуем резюмировать факты, которые помогут вам разобраться в ситуации. Первый признак привычки невероятная щемящая скука. Вы можете чувствовать себя совершенно одиноким, даже когда находитесь со своим партнером на расстоянии вытянутой руки. Не хватает общих тем и даже совместные походы в кино с поглощением попкорна не спасают. Выход из ситуации, впрочем, есть. Не хотите терять человека, проводите больше времени в компаниях. Так можно будет обсуждать вместе, например, последние новости. Второй признак отсутствие точки соприкосновения и несовпадения интересов. Вам, например, нравятся долгие пешие прогулки, а ваш избранник заядлый домосед. Как следствие, вы много времени проводите порознь, а удержать отношения помогает привычка. Третий признак привычки равнодушие. В большей степени оно говорит о полном угасании любви, а также о рождении привычки. Если вам стало все равно, что происходит с вашей половинкой, если его действия не вызывают эмоции, вероятно, до этого состояния вас довела какая-то злокачественная опухоль в отношениях. Для любви это совершенно аномально, если вам комфортнее, когда ваш избранник находится вне дома, а вы даже рады тому, что вам не мешают заниматься своими делами. Такое состояние может быть обоюдным, едва ли в этом есть что-то хорошее. Четвертый признак привычки вам стало не о чем говорить. Например, в течение рабочего дня вы созваниваетесь только для того, чтобы уточнить, кто покупает хлеб, а кто молоко. Дома в таких случаях обычно тоже особо нечего обсуждать. И подобное положение вещей говорит не о том, что вы понимаете друг друга без слов, а о том, что вам не о чем разговаривать. Пятый признак нежелание физического контакта. Есть пары, которые, встречаясь всего год, перестают держаться за руки, целоваться при встрече или заниматься любовью. Снижение количества тактильных контактов это суровый сигнал к финишу отношений. Психологи считают, что самый оптимальный путь в отношениях это путь партнерства. Именно он помогает наладить коммуникативную систему. А ведь общение, как следует из сказанного выше, является ключевым связующим звеном. Очевидно и то, что привычки человеческие могут быть какими угодно, однако в случае с любовью самое важное не перестать общаться и не потерять привычку любить свою половинку. Глава шестая сильные мира сего воспитай в себе миллионера. В целом все, что будет сказано ниже, можно свести к единственному тезису. Купите себе блокнот и карандаш за несколько рублей и начните фиксировать идеи на миллион. Для желающих получить более развернутые пояснения мы с удовольствием это делаем. В начале прошлого века в Соединенных Штатах было чуть меньше пяти тысяч миллионеров. За столетия их стало на несколько порядков больше. Людей, которые с нуля приумножили свой капитал до миллиона, сейчас в Штатах больше пяти миллионов человек. Это не предел, есть и множество миллионеров, начинавших с абсолютного нуля. Отечественный менталитет обычно основывает контрагументы по этому вопросу на утверждениях, что, дескать, где Америка, а где Россия. Здесь невозможно зарабатывать, а можно только воровать. Это чушь. Сработать можно где угодно, даже в странах третьего мира. Просто проблема заключается не в том, что зарабатывать кто-то не дает. Проблема в человеческой лене, которая только и дает возможность завидовать чужому богатству. Вам не кажется, что пора бы прекратить эту добрую традицию? Известно, что некоторые миллионеры получили прекрасное образование. А некоторые напротив, на момент, когда был заработан первый доллар, толком не знали английского. Этих людей связывает единственный факт. Они становились на ноги сами, не ожидая при этом, пока кто-то придет и подаст руку помощи. И еще нюанс. У них у всех были очень похожие привычки, которые мы рекомендуем взять на карандаш, если вы все-таки решите приумножить свой капитал. Первая привычка. Думайте как миллионер. Закономерно и подтверждено многими исследователями. Человек получает то, о чем думает, подавляющую часть времени. В случае с деньгами лучше всего думать о материальной независимости, нежели о сумме ваших долгов перед банками. Мышление миллионера, помимо прочего, включает и признание факта готовности принести необходимые жертвы. Речь не идет о насилии над кем-то. Дело скорее во временных рамках. Вам придется работать без устали, чтобы пожинать финансовые плоды. Вам придется быть готовым к тому, что нужно будет работать и по ночам, и уж будьте любезны согласиться на ненормированный рабочий день. Будьте рассудительны и определитесь, что для вас важнее, накопление ресурсов или их трата. Если второе можно не продолжать, это верный путь к банкротству. Мы не можем исключать, что первые стадии тяжелого труда над зарабатыванием денег будут изнурительны, и вы даже можете страдать от голода, но все же обязательно нужно думать о сохранении своего капитала. Это не значит, что нужно отобрать у детей конфеты и прибить к полу деревянной игрушке. Миллионер не значит скряга, но об экономии придется задуматься всерьез. Наконец, вам нужно научиться отвечать за свои расходы. Бесконечное прожигание жизни тщетной надежды на наследство какого-нибудь неизвестного дядюшки не насметат. Денежной манны не будет и быстро капитал не придет, так что воздержитесь от азартных игр и не вкладывайте средства в сомнительные предприятия. Привычка вторая. Будьте бережливы. Это тяжело, если вы уже заработали, например, первую тысячу долларов. Кажется, что теперь-то можно наконец расслабиться, отдохнуть с друзьями и потратить пару сотен. С этого момента лестница на пути к миллиону обрывается, будьте уверены. Свыкнитесь с мыслью, что вам придется экономить на себе. Лучше купить подержанное авто и несколько футболок в секонд-хенде, чем тратить в разы больше в дорогих автосалонах и бутиках. Скромность и способность сэкономить там, где можно легко обойтись без роскоши, вот одна из ключевых черт миллионера. Про европейских миллионеров ходит чудная поговорка, мол, они не покупают там, где можно арендовать, не арендуют там, где можно взять на прокат и не берут на прокат там, где можно взять взаймы у друзей бесплатно. Если учесть, что любая сверхновая машина за два года теряет половину своей стоимости, это утверждение становится вдвойне логичным, а сэкономленные на авто и на бензине деньги лучше пустить в дело. Привычка третья. Сохраняйте ваши финансы. На первый взгляд, эта привычка пересекается с предыдущей. Так-то оно так, но есть один нюанс. Откладывайте деньги в прямом смысле. Заработали 10 долларов, отложите 2 и так далее. И, пожалуйста, не надо откладывать на черный день или хотя бы потрудитесь объяснить, зачем вы его ждете. Попробуйте сознательно снизить уровень расходов примерно на 10%, параллельно вкладывая сэкономленное в дело или погашая кредиты. Уже через месяц вы увидите, что можете прекрасно обходиться без бокала пива каждый вечер и без пончиков по утрам. В целом это не предмет и первой необходимости, и эти продукты даже не входят в набор жизненно важных, так что без них вы справиться можете. Наконец, заведите в своем банке накопительную карту, на которую будете класть вырученные средства, а вот снимать их не будете. Это работает особенно с теми, кого смущает наличие купюр в кошельке и кого тут же обревает желание их потратить. Рано или поздно вы научитесь откладывать до четверти заработка. Эти накопления могут быть очень полезны. Четвертая привычка Контролируйте свои расходы. Как только вы возьмете расходы на карандаш, вы очень быстро сможете обрисовать перечень вещей, которые вам вообще не нужны. Зачем вы купили хрустальный сервис на прошлой неделе? Загляните в шкаф, бережливость ваших советских родственников заставит вас ахнуть. И да, сервис там тоже есть. Финансовые мотивации тоже должны идти в счет. Если вас премировали на работе, не надо думать, что эти деньги можно потратить моментально и бездумно. Никогда не забывайте о своем банковском счете. Пятая привычка. Запустите закон притяжения. Исследователи-психологи из Оксфорда сделали примечательное открытие. Как только вы начнете откладывать деньги, вы ощутите прилив сил и положительных эмоций, отчасти мотивированных гордостью за самого себя. Забавно и парадоксально, но как только вы настроитесь на успех, вам вернут долги, а если вы еще и решите продать барахло, пылящееся в гараже на блошином рынке, деньги посыплются. Поразительно, конечно, но положительные эмоции притягивают деньги не хуже мощного магнита. Учтите, что чем больше вы мыслите в том или ином ключе, тем больше или меньше разгорается искра финансового пламени. Шестая привычка. Полюбите свои деньги. Речь здесь о том, чтобы любить и уважать свои финансы. Это не значит, что вам нужно трястись над каждой копейкой, в таком случае вы превратитесь в натурального скруджа Макдака. Но вы через некоторое время начнете осознавать, что деньги даются вам тяжело, так зачем спускать их в ресторанах и казино? Очень много людей с раннего возраста привыкает выбрасывать деньги на ветер. Это не наш путь. Седьмая привычка. Не выглядеть богатым, а быть им. Как мы уже говорили, зачастую миллионеры гораздо больше похожи на рядовых граждан, чем, например, политики. Вспомните Стива Джобса. Он всю жизнь проходил в неизменной черной майке и синих джинсах. Примеров множество, и в большинстве из них миллионеры не покупают виллы и яхты, обходятся без личных самолетов и часов за неимоверное количество денег. Не путайте миллионеров с олигархами и криминальными авторитетами. Кроме того, лучше привыкнеть богатеть медленно и постепенно, чем приумножать капитал быстрыми и резкими скачками. Последнее обычно приводит к тому, что капитал просто сгорает, а акции летят вниз и человек остается ни с чем. Восьмая привычка. Сохраняйте половину вашей прибыли. На подобную вещь очень просто согласиться, особенно если учесть, что речь идет не о заработанных деньгах, а о будущих. Разумеется, что миллионер должен быть человеком слова. Это предполагает, в свою очередь, что в идеале, пообещав откладывать половину заработка, действительно должен так поступать. Однако отложить половину дохода, особенно семейному человеку, может быть сложновато. Но планка должна быть поставлена так, что постепенно вы сможете отложить пять, десять и даже двадцать процентов, а там подрастут доходы и вы сможете откладывать больше. Привычка девятая. Не рассчитывайте на удачу. Это как раз тот случай, когда нужно не уповать на какие-то абстрактные понятия, а рассчитывать исключительно на свои силы. Важно также стараться избегать ситуации, при выходе из которых ваши убытки были бы невозместимыми. Подумайте заранее о страховке, чтобы не вспоминать об этом в дальнейшем и не срезаться на падающих акциях. Очень немаловажно анализировать свои действия и продумывать все возможные ходы развития событий, вплоть до неблагоприятных. Однако, предполагая нехорошие вещи, концентрируйтесь не на них, а на выходах из сложившихся ситуаций. Не стоит уповать на благоприятное развитие событий. Лучше застрахуйте сами и застрахуйте свою семью. Крупные деньги могут принести и немаленькие проблемы. Материальная жизнь миллионера состоит из трех ключевых моментов страховки, организации и планирования своих действий. Привычка десятая, заключительная. Защищайте свои деньги и будьте счастливы. Если вы не просто идете к своему первому миллиону, но и уже умудрились заработать некоторую сумму, вы вероятно уже столкнулись с тем, что на ваш капитал нашлось очень много желающих. Ваша задача в этом случае оградить деньги от необоснованных налогов и лишних посягательств. Наймите юриста, который помогал бы вам решать документальные вопросы. Минимизируйте налоги на наследство. Обычно это кругленькие суммы, так что лучше подумать об этом заранее. Юрист может помочь также слить ваши деньги с доходами семьи, чтобы из них не вычитали баснословные пошлины, если с вами что-то случится. Не думайте постоянно о трагедиях, однако помните, что лучше быть застрахованным. Сломанная рука для начинающего миллионера тоже может стать серьезной препоной. Пусть ваш юрист поможет вам сделать даже маленькие шажочки, пока вы занимаетесь планированием и заработком своего капитала. Поверьте, деньги, потраченные на собственную безопасность, это гораздо меньше, чем вы можете потерять, случайно прогорев. И станьте наконец счастливым человеком. Безусловно, приумножение капиталов это прекрасное занятие, но совсем не главное в жизни. Деньги помогут вашим детям получить прекрасное образование. Вы сможете отдыхать с семьей в любой точке планеты, но не забывайте о том, что пока вы не прочувствуете личное семейное счастье, деньги вряд ли будут приносить вам огромную радость. И наоборот, поддержка вашей семьи и ваших близких людей обязательно поможет вам достичь необходимых финансовых высот. Дело за вами. Заключение. Воспитать в себе человека, уверенного в себе, как видите, на самом деле очень просто. Подведем итоги. Психологи пришли к выводу, что привычка может быть сформирована в любом возрасте, а знак плюс или минус на ней ставит или сам человек, или социум. Каждая привычка имеет три предпосылки к появлению. Пластичность вашего сознания или способность к переменам, повторение усвоенного и постоянства, с которым вы получаете тот или иной эмоциональный заряд. На то, чтобы сформировать новую привычку, которая принесет вам пользу, нужно порядка трех недель. Вне зависимости от того, чего вы хотели бы добиться, для выработки привычки вам придется выполнять ряд правил. Только методичное их выполнение поможет вам достичь желаемого, ведь любой человек пронизан привычками, как летнее поле солнечным светом. Первое. Ваша потребность в привычке должна быть хорошо обоснована, мотивирована и подкреплена вашими же убеждениями. Попробуйте записать мотивы в своем воспитательном блокноте. и убедиться в том, что новая привычка нужна не вашим родителям или друзьям-коллегам, а персонально вам. Оценив вероятность того, что новая привычка поможет вам стать лучше, вы сможете понять, есть ли смысл притворять идею в жизнь. Очень многие яркие мысли загибаются на корню, не получив должного подкрепления. Второе. Не начинайте формулировки с частицы «не». Лучше, если вы будете обозначать убеждение все постепенно. Поверьте, у вас не получится бросить и пить и курить одновременно, это слишком большой психофизический стресс для организма. Лучше, если вы избавитесь от одной дурной привычки, а потом от прочих, но тоже по порядку и в порядке адекватном необходимости. пятое. Привыкайте записывать ваши достижения. Введите блокнот и календарь, в которых вы будете фиксировать график ваших действий, а также положительные результаты. Попробуйте также определять и отмечать точки невозврата. В целом, каждая привычка должна соответствовать так называемому правилу трех П. Постепенно, постоянно, полезно, лично для вас. Это в первую очередь касается, например, борьбы с вредными привычками. Для того, чтобы эта схватка была эффективна, нужно, во-первых, определить так называемого оппонента, затем грамотно мотивировать себя на сражение. А дальше, дальше начнется трудная, тяжелая и изнурительная борьба на поражение, где победит сильнейший, и нам бы очень хотелось верить, что вы сильнее бутербродов, которые едите на ночь, и как следствие все никак не похудеете. Кто вам сказал, что будет легко? Ломать себя, воспитывать себя это тяжелейшее занятие, но вместе с этим считают психологи и самое благодарное занятие в мире. Обязательно вознаграждайте себя за свои победы. Не забывайте о пройденных ошибках и не поддавайтесь на провокации со стороны собственного сознания. Постоянно ищите новые пути для самосовершенствования и не отказывайтесь от неровных дорог. Чаще всего путь к успеху и воспитанию нужных человеку привычек лежит через битый кирпич и ломаную арматуру, а не через гладкие тропинки. Шрамы украшают успешных людей, а самим им напоминают о днях, прожитых в борьбе за собственное счастье. В завершении несколько привычек для простого семейного счастья. Как показала практика очень многих людей, главное действительно не деньги, а тепло человеческих отношений. Обнимайте детей, даже если вы очень устали на работе от объятия и поцелуя перед сном от вас не убудет, а ваши малыши будут счастливы. И напротив, с детьми легко подпортить отношения, если нарочито забывать о них или ссылаться на свою больную голову. Планируйте свои расходы. Обычно у семейных бухгалтеров получается планировать бюджет на месяц, а вот с фиксацией ежедневных расходов бывают проблемы. Это зря, потому что составы каждодневных покупок обычно показывают, сколько лишних денег уплывает из бюджета. Планируйте семейное меню. Зачастую семьи покупают лишние продукты, после чего значительная их часть отправляется в мусорное ведро. Если решили научиться экономить, такого быть не должно. планируйте самообразование, запишитесь на йогу или на курсы иностранного языка, освоите вязание крючком, словом, формируйте не только свой интеллект, но и свое тело. Или молчите, или говорите правду. Эта привычка очень дисциплинирует, потому сохраняет доверительные отношения в семье. Учитесь договариваться. Весь мир построен на договорных отношениях, и вы, как его часть, не исключение. Будьте счастливы. Текст читал Станислав Иванов. Дорогие слушатели, напишите, какие еще книги вы хотели бы послушать в аудио формате. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Не забудьте подписаться на канал, если еще не сделали этого. Желаем вам всего наилучшего. Аминь.